здравствуйте дорогие мои это канал заметки нумизмата и я сергей юрьевич сегодня мы поговорим об очень интересных монетах а именно о юбилейных монетах и в частности о монетах посвященных трехсотлетию дома романов эти монеты мы уже обсуждали и все их прекрасно знают было два типа основных чекана и третий чекан так называемый размытый а первые два соответственно выпуклый и плоский но вот в чем вопрос каждая юбилейная монета посвящена какой-то дате и сегодня я расскажу об обелиске который был поставлен в александровском саду в кремле в честь трехсотлетия дома романов обелиск в александровском саду также известен как романовский обелиск а также известен как памятник выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся московский монумент расположенный в александровском саду между итальянским гротом и средней арсенальной башни выполнен в псевдорусском стиле по проекту архитектор сергей власева открыт 10 июня 1914 года по случаю отмечавшегося в предшествующем году трехсотлетие дома романовых в 1918 году был реконструирован под руководством архитектора николая всеволожского и вместо имен царей на памятник поместили имена 19 революционных мыслителей в 2013 году монументу вернули близкий к первоначальному облику а теперь о создании этого памятника в 1911 году московская городская дума предложила установить памятник в честь трехсотлетнего юбилея царствующей династии романовых и организовала открытый конкурс проектов по его итогам первое место получила работа архитектора николая роговина представлявшая собой круглую колонну украшенную орнаментом и увенчанную шапкой мономаха вторую премию жюри присудила преподавателю ск трогановской художественной академии сергею власеву выполнившему проект правда третье место с проектом под названием 300 а колонны с чугунными досками изображающими царей михаила федоровича и николая второго занял архитектор михаил кондратьев однако к исполнению была принята работа власева на ее реализацию городская дума ассигновала из бюджетных средств 50 тысяч рублей обелиск решили установить у входа в александровский сад к возведению памятника приступили весной 1914 года торжественная церемония закладки монумента состоялась 18 апреля церемония завершилась троекратным исполнением национального гимна российской империи боже царях храни памятник был торжественно открыт 10 июня 1914 года к сожалению в отсутствии представителей царской семьи нелегкая судьба ждала этот обелиск советский период приняты после октябрьской революции ленинский план монументальной пропаганды предусматривал снос памятников царского режима декрет снк рсср о памятниках республики от 12 апреля 1918 года постановил заменить их монументами в честь деятелей революции обелиск в александровском саду также собирались ликвидировать однако представитель совет народных комиссаров владимир ленин предложил убрать с него все упоминания о романовых поместить вместо них имена выдающихся рееволюционеров постановление о реконструкции монумента вышло 17 августа 1918 года в течение августа сентября под руководством архитектора николая всеволожского он был переделал по сути ободрали монумент открытие монумента под новым названием памятник обелиск выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся состоялась в день первой годовщины октябрьской революции в 1966 году обелиск первоначально находившийся у входа в александровский сад был перенесен к итальянскому гроту в связи с сооружением мемориала могила неизвестного солдата предложение о восстановлении романовского обелиска в его первоначальном виде 400-летней годовщине начала воцеления дома романовых неоднократно озвучивали представители общественности и в частности фонд возвращения в 2013 году пресс-секретарь управления делами президента виктор хреков также сообщал что монумент накренился и стал представлять опасность для посетителя александровского сада из-за ошибок при его переносе в 1966 году специальная рабочая группа при министерстве культуры заключила что обелиск необходимо отреставрировать и ему решили вернуть первоначальный облик деньги на ремонтные работы были выделены из государственного бюджета для реконструкции был найден карельский гранит который первоначально использовался при создании обелиска в конце октября 2013 года восстановленный памятник начали монтировать открытие обновленного монумента состоялось 4 ноября 2013 года на торжественной церемонии присутствовали министр культуры владимир медвенский обелиск осветил патриарх кирилл первоначальный вид памятника четырехгранный обелиск из серого гранита стоял на массивном кубе со ступенчатым основанием памятник венчал двуглавый бронзовый позолоченный орел закрепленный с помощью металлического стержня на его фасаде располагался герб романовых грифон с мечом и щитом под ним были написаны имена царей и императоров из дома романовых от михаила федоровича до николая второго имя царя иоанна 6 антоновича на обелиске отсутствовал на основании монумента размещались изображения георгия победоносца и малые гербы губерний и областей российской империи в щитках в советское время во время реконструкции внешний вид обелиска существенно изменился орел с вершиной был снят во время его демонтажа каменная вершина памятника раскололась на пять частей с основания скульптуры удалили гербы административные единицы российской империи картуши и щитки от гербов оставили изображение георгия победоносца в центральном картуше заменили надписями РСФСР и пролетари всех стран соединяйтесь имена царей были сбиты с обелиска и на их место поместили имена 19 революционных мыслителей и политических деятелей утвержденные лениным их список составлял большевик владимир фрича современная версия памятника он воссоздан по эскизам 1912 года вид современного обелиска несколько отличается от первоначальной версии монумента например двуглавый орел на вершине памятника имеет другое количество перьев на крыльях другой размер и форму хвоста его корона отличается от оригинала 1914 года резной герб романовых крупнее оригинального его рельеф превышен и имеет иной объемный характер при написании имен царей в новоделе использовался отличный от первоначального шрифта буквы имен стали уже расстояние между ними увеличилось в написании имен царей присутствуют ошибки изображение георгия победоносца в основании монумента не соответствует стилистике оригинала гербы губерний и областей размещены не сверху вниз как было а слева направо вот такая реконструкция к сожалению памятник полностью утратил свой первоначальный вид и как можете судить сами новодел есть новодел это даже не копия спасибо господа подписывайтесь на наш канал расскажем еще много интересного до скорой встречи субтитры создавал DimaTorzok